здравствуйте дамы и господа поговорим о мушках для зимы как бокоплав ну бокоплавы они там везде плавают имитация их ну вообще это конечно не чистая имитация бокоплава это имитация многих мушек но они как бы везде рыболовы их делают только под разными наименованиями ну вот попытаемся первый вариант здесь делаем его в двух вариантах можно конечно бесконечно этих вариантов придумать ну вот для образца два основной упор мы сделаем на применение высокотехнологичных материалов которые делают высокие производительные хорошие производители которые делают чтобы чистота спектра была приятна рыбы которая обрабатывает ну вызывает много поклевок зачастую на многих местных формах там читает цвета морковка или там панасоник или какой-нибудь оранжевый и понимаешь что ну как бы люди не совсем понимают что что зрение человека и зрение рыбы они имеют разные рыба видит помимо ну вот мы видим только вот цветном изображении а рыбака неизвестно видеть цветном или нет но известно что она видит поляризационном инфокрасном и ультрафиолетовом спектре и все вот эти вот великие фирмы которые применены на моем сайте они как бы ну специально делают материалы чтобы приятные для рыбы и зачастую муха связанная из ну более дешевых материалов внешне очень похожи даже практически неразличимая может давать от вину по уловистости там в десятки и даже в сотни раз я это сам и наблюдал особенно это хорошо по лососью видно что когда применял но дорогие сенели допустим американские ведь и чуть-чуть дешевле итальянские то есть количество поклевок больше чем стак одному в пользу дорогих ну ладно хватит болтать начинаем делать значит первую мушку который мы делаем там типа классической европейской там скажем байкала ангарской можем так там они тоже активно делают такие мухи там продают их по 50 рублей конечно там у них цена явно завышена потому что материалы которые они применяют вообще ничего не стоит то есть там только человеческий труд конечно ведь крючки которые они применяют там стоит 1 доллар 100 штук но это потолочная цена первое если мы хотим сделать мушку бокоплав то есть нам нужен крючок типа бокоплав то есть вот такой у нас на сайте улов-припай есть она хрустовые крючки я их там назвал рачок традиционно для дальнего востока и сахалина крючок с длинным цевьем в бокоплав он еще изогнут там как по бокоплав вот точно такую же форму пытаются сделать иркутские рыболовы но у них они берут на алиэкспрессе дешевые крючки они там короче но крючок короче металла меньше дешевле быть и они чтобы продлить вот этот силуэт мушки они сначала привязывают леску вот то есть на короткий крючок а потом уже вот этот свою трубку насаженную затягивать на леску ну как вариант да для бедных пройдет единственное что плохо что нельзя монтаж то есть колечко закрыто и как бы ну трудно менять этот монтаж смотрите если вариант берем нитку значит нитка у нас данхил фломастер взяли сделали поставили монтажный узел крепежный у нас получился вот такой маленький кусочек обычно его так все отрезают под самое основание я же наоборот оставляю то есть как бы на сахалине там хотят все бородки вот и бородки мы делаем потом нам нужен материал тоха вот он такое чем он хорош он как бы видите на он во-первых светится в темноте а на этих бакоплавах сейчас распространено там вот на севере особенно сахалина ловят в темноте ночью там ставят лампу фонарь там не знаю свечку где возле нее собирается рыбой ловит она как видите распушается вот то есть вот специально вот вот уже как бы для рыбаков сделали что вот распушается и все взяли вот кусочек так называемый задок мушки обрезали его основание теперь берем материал называется он брает убрать по-русски это шнурок то есть такой полупрозрачный ну люрик сплетенный как бы вот в такую косичку шнурок там иногда его тесьма называют ну как хотите называть это ваше право смысл какой что он такой полупрозрачный и очень яркий получается и ну благодаря этому клюют там на этом на иркутском сайте они вместо брайда используют фум-ленту как то есть ну вот работает кто-нибудь водопроводчиком украл этот ну ленту которую на трубы наматывают и вот из нее вместо брайда ну тоже хотят получить прозрачное только не хотят материал ну деньги на материалы терять значит смотрите все очень просто взяли ее прикрепили по всей длине колечка вот провели отвели как всегда традиционно узел назад кали вернее ну монтажную нить колечку и прямо по всей ширине крючка вот такими можете плотными сделать можете наоборот сделать не плотно чтобы чуть-чуть просвечивалась внутренняя вот этот вот как вот ну вот эта вот штучка вот даже лучше будет то есть получается тельняшка на практика показывает что это муху с такой тельняшкой пьет гораздо лучше когда вот эти ворсинки просвечиваются они еще светящиеся же в темноте через тело мушки все сделали закрепили теперь закрепили применяем такой японский секретный материал то есть все кто видел лесабики у них там видели такие головки есть на конце мушек но они правда правда эти головки покрывают ну уже там место которое где привязан крючок а мы оставляем свободным колечко то есть у нас крючок можно там делать методом в петельку методом ну там при просто привязывать как на хрустовую мушку вообще мушку можно использовать и летом для ловли там какого-нибудь хариуса ленка гольца осенью вот смотрите у нас есть вот такой вот материал называется он света над светотвердеющий гель но он твердеет не от света конечно а ультрафиолетового луча то есть мы берем капаем каплю геля вот так вот оставляем получаем головку теперь внимание дальше работаем как стоматологи то есть это же похожий материал применяется широко у стоматологов они там обязательно надеваем очки чтобы не повредить глаза защищите их от ультрафиолетов и по вот фонариком тоха подсвечиваем это место вот видите вот тут подсветили тут подсветили там тут подсветили все как бы цикл прошел лак затвердел все головка появилась все ну такая муха там если по материалам на рублей 30 там она стоит быть но более дешевые там они материалы берут там всяких с фум ленты я сказал с разброшенных могу там панасоник они называют пытаются ночью они пытаются найти яркие цвета вот эти флуоресцентные вот и крючки удлиненные вот то есть у них нет удлиненных крючки они как бы вот тут вот леску привязывают и поводок этой трубки наводят все легко и просто до свидания а